Сотрудники госавтоинспекции Ленинского района на этой неделе провели запланированную тотальную проверку водителей по выявлению нарушений правил перевозки детей в автомобилях. За 40 минут, проведенных нашей съемочной группой вместе с инспекторами, выяснилось, что автолюбители в большинстве своем пренебрегают безопасностью юных пассажиров. О правопорядке на дорогах в репортаже Юлии Пагасян. Число детей, ежегодно погибающих на дорогах России, неумолимо растет. Вопрос почему. Много факторов влияет на такие трагические ДТП. Но, по мнению экспертов, основной причиной является нарушение родителями безопасной перевозки детей. Но, судя по реакции некоторых водителей, никакая статистика их не волнует. Поэтому сотрудники госавтоинспекции Ленинского района активно ведут пропаганду безопасной перевозки детей в автомобилях. Проводятся родительские собрания в школах, на которых полицейские рассказывают родителям о возможных последствиях в случае ДТП. И регулярно проходят выездные рейды, где не только караются нарушители, но и разъясняются правила ПДД. Ребенок в автомобиле перевозится в возрасте до 12 лет на заднем пассажирском сидении. При этом в обязательном порядке используются детские кресла и детские удерживающие устройства. Анализ детско-транспортного травматизма показывает, что в последнее время на дорогах Подмосковья участились несчастные случаи с участием малышей. Эту ситуацию надо исправлять. Но порой проблема у родителей автомобилистов стоит намного острее, чем просто купить сидение. Немаловажную роль играет индивидуальная комплекция ребенка. Зачастую рост и вес являются причиной отказа от спецсидения. Но не стоит упускать и русское наобум. Когда мы едем от одного дома до другого дома 5 минут, я позволяю ему, вот как сейчас позволило. Если нам надо выехать на МКАД или проехать на улицу школьной, естественно, он сидит на заднем сиденье пристегнутый. Это их дети. Они должны успокоиться, обезопасить своих детей. Дети сами себе кресла не поставят, сами себя не поставят. Пока родители позабоятся. Совместно с сотрудниками госавтоинспекции в рейде принимали участие представители отдела по делам несовершеннолетних. По российскому законодательству, если правонарушение в отношении перевозки детей повторяется, то родитель привлекается еще по одной статье административного кодекса о неисполнении обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей. Если у нас будут выявлены повторы, когда родители перевозят детей без удерживающих кресел, мы будем их привлекать еще и по этой статье. Результаты рейда показали, что водители в основном нарушают правила безопасной перевозки детей. Но цель мероприятия была достигнута. Госавтоинспекции удалось привлечь внимание общественности к проблеме и заставить родителей задуматься. Нарушители спокойно отнеслись к данному рейду. Пообещали, что приобретут, у кого нету, а у кого есть, будут контролировать, чтобы дети сидели в креслах. Юлия Погосян, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.